Всем привет! Сегодня у нас будет еще один тесак На этот раз от Кершел Кэмп-10 Очень популярная модель Тема такая больше охотничая Обустройство засидок Помощь по лагерю Рубка веток для костра Что-то забить Построгать ковушки То есть вот такая вот Вещь Штука такая Уже легкая Управляемая То есть это не топор уже и не мачете Это именно рубящий нож Категория такая самая ответственная для этого инструмента Потому что понятно, что здоровенная какая-то полоса железа Заточенная, рубить и так будет Но когда это все уменьшается Для таких вот пограничных значений Тут уже большие требования к тому, как это сделано Какая-то рукоятка, какой баланс Какие материалы Очень много нюансов, о чем я много раз говорил Чем-то этот нож и на синергию похож Это тот нож, который я проектировал В принципе назначение такое же Характеристики такие, что 254 миллиметра длина клинка Ну так, оптимально для такого Потому что меньше 20 сантиметров Рубить уже не будет А длиннее превратится уже в мачете Не будет такой компактности Обух в 5 миллиметров Достаточно толстый, чтобы не гнуться Давать достаточный вес Баланс для рубящего ножа, конечно, очень важен Здесь он, понятно, вынесен вперед Вот этот Кэмп-10 вроде как Такой современный нож Да, его выпускают уже много лет Многие его знают И в комментариях у меня об этом писали Но по своему дизайну Это тоже традиционная вещь То есть это уже филиппины Вот эти Боо-ножи У него есть некоторая рекурова такая Но это не куколь, это именно Боо-нож Вот так вот это дело выглядит Как видите, он уже поюзанный такой Это потому что вот этот кусок я пози снимаю Там был такой сильный расфокус Прошу прощения у тех, кто не досмотрел Когда я это видео заблокировал Но надо было переснять Потому что там было плохо вообще видно О чем я говорю Ну так значит, вот эта рекурова Как у любой геометрии в ножах Будут свои достоинства и недостатки Достоинства в чем-то заключаются Что такой нож очень хорошо режет Когда мы протягиваем вот так на себя Строгаем что-то, режем Особенно на весу Потому что при этом движении Вот эта режущая кромка как бы налезает на этот материал И нож это режет очень хорошо Но работает только на чем-то таком мягком На ветках зеленых На траве То, что я показывал на Иванчая Да и в принципе на любой траве будет работать Там камыш, на рыбалке Какие-то кусты На дачном участке Удобно использовать таким зацепом Крючком из ветки Одним движением цепляем и срубаем В принципе с любой мачете Эта техника хорошая Но вот этот протяг он не будет работать На чем-то таком совсем твердом Нож будет просто туда втыкаться как топор Протягивать бесполезно Вот этот нож он всегда был бюджетным на самом деле Сейчас конечно все дороже стало Но мне его на обзор прислал официальный дилер Кершева Россия Ссылку я оставлю и там будет промокод еще На скидку 10% в описании под видео Вот этот нож я немного переточил Из коробки не сказать, что он прям совсем какая-то плохая заточка была Но хотелось сделать оптимальную Потому что этот нож он интересный Скорее всего будем сравнивать С какими-то другими там тесаками по рангами Такое видео планирую снять Чтобы здесь было так на уровне все Из коробки оно так более-менее резало Но слишком мне кажется угол там был туповат Здесь я сделал там такой лензообразный подвод С 30 на 40 примерно градусов Поскольку у меня есть домашний гриндер Там это дело 5 минут Там на двух сторон протянулось Единственное, я не стал притачивать вот этот острие у него Оно здесь, видите, такое особенное Прям такой градусов 50 Как зубило такой Очень толстым сведением Больше 2 миллиметров Но оно здесь именно вот только в этой части Такое, я думаю, это специально так было задумано Я думаю, так оставить Там может быть червей на рыбалке копать Место для костра Пусть будет в таком виде Но дальше оно сужалось Вот это сведение Было уже где-то меньше миллиметра И вот по этой части все оно вот Такое, а сейчас еще меньше нам стало Сталь здесь углеродка Такая рессорная МН-65 китайская Но выбор, понятное дело Грамотная Для рубящего инструмента Эти стали, если не перекаленные Они очень крепкие, стойкие к ударам и наизлом Добавок еще агрессивным резом углодает Спуски у него примерно от одной трети Но тоже вот так дугой идет Здесь повыше, здесь пониже Прямые Рукоятка здесь есть насечки Но как к насечкам я отношусь Особо на рубящем инструменте вы знаете Не особо они мне нравятся Но они здесь такие вот мягкие Не знаю, посмотрим, как это все покажет Сама рукоятка удобная Очень классно сделанная Прямо бутылочная форма Нож в руке лежит что вот так, что вот так Просто огонь Цепкая, невероятная Вот этот зацеп сделан правильно О чем я говорил Что если бы был слишком крутой Такой крючок Он бы вам этот мизинец отбивал Здесь прям классно Ключевые вещи Вот эти два отверстия Это стандартный темляк А вот этот темляк под рубку Причем сделан так прикольно Все вот эти вот Тут как бы фултанговый нож Полностью металлический Ну в пластик одеты И навершия Здесь В случае вот этого отверстия Удобно тем, что Ну Тут такие грани скругленные Поэтому Зеревку это не будет перетирать Темляк под рубку Вот так выглядит То же самое, что На Синергии показывал Вот так Одеваем Ну и дальше Как лыжную палку Вот так вот На руку наматываем Это самое, что Не на есть лучший Зацеп темляк Именно под рубку Это и Ваше сухожилие страхует И рука устает Намного меньше Это прям Очень здорово, что они это сделали У нас это гардый Единственное, что я заметил Вот это движение Немножко ограничивается Поэтому Если будете картошку чистить Так это будет удобно Амплитуда ограничена Но картошку, понятно Никто не будет Таскать с собой в лес Иногда бывает Нужно закруглять Вот эти вот Ковышки Жерди какие-то Потому что Когда мы их забиваем Чтоб тут не махрилось Но здесь на самом деле В случае этого Ножа выгоднее использовать Именно его Вот эту рекурву Нарежущую часть Ну и порезу еще Вот такие ножи Поскольку тут Все как бы Вот сюда уходит На доске Они не так хорошо режут То есть площадь не такая Большая будет Им не пошинкуешь Конечно Но это компенсируется Длиной этого ножа Так-то конечно Можно резать Но вот обратите внимание Что если вот я протягиваю Именно себя вот этой частью Порез будет прям Совсем сумасшедший Просто гильотина Ну и конечно же По заточке Вот эти рекурвы Все они такие Что если мы берем Какую-то плоскую поверхность Хотя здесь На самом деле Какой-то плавный переход Но может быть такое Что Вот центральная часть Здесь будет плохо Протачиваться И обязательно камень Должен быть закругленными Гранями Иначе Не будет он здесь Вот резать кромку Потому что Основная нагрузка Вот сюда и сюда Сейчас приходится Тут как надо поступать Если грани закругленные То вот этой узкой частью Как мусатом Вот эту часть Очень легко заточить Вот с этой частью Вообще никаких проблем Не бывает Здесь она прям Элементарно будет Протачиваться Ну вот с этой Ну вот с этой есть нюансы Возможно Что для какой-то Походной правки Выгоднее будет Мусатик Такой вот маленький Использовать Он ничего не весит Заточить можно Как и вот эту часть Неудобную Так и вот эту Так сказать Удобную Сама эта углеродка Тучится конечно Элементарно Об любой камень Это в буквальном смысле слова Я честно говоря На нем ожидал Увидеть какие-то Вот такие ножны Тканевые Здесь они видите Такие вот Довольно практичные Пластиковые С очень большим Вариантом крепления Стандартным Подвесом Их перестановкой Под левую руку И даже вот такой Есть подвес Ну и носить на ремне Вот так вот Вдоль Те кто бегал С автоматом Долго знают Что Какие-то такие Тяжелые штуковины Когда она у вас Полтается вот так На заднице Это самое комфортное Ну единственное Что с ножом Так с рюкзаком Уже не походишь Что бы я добавил Может быть Какую-то получше Фиксацию Потому что Вот В таком состоянии Нож немного дребезжит Но когда идешь с ним Почему-то Вот этого движения Уже нету Этого звука В закрепленном состоянии Если отстегнут будет Можно легко потерять Ну и дребезжать Он там будет сильнее Вообще Для таких ножей Это Вот такие ножны Это очень оправданная вещь Не слишком прилипают Как кайдекс Чтобы там Вода Если попадет Заржавеет Единственное Здесь бы я добавил Конечно сливное отверстие Вентиляционное Побольше Оно здесь как бы есть Но И вот этот угол Слишком мне кажется Острый Такие вещи часто В рюкзаке В боковом кармане Рюкзака носят Либо там просто В рюкзак запихивают Здесь конечно Все скруглено Но хотелось бы Побольше на самом деле Вот эта часть В остальном Так конечно Прикольно сделано Причем вот эти все Шлейки Кто на поясе Такой не носит Можно вообще Отстегнуть Просто вот Рюкзаке носить Вещь очень компактная Из-за своей Вот таких Тонкой формы Широкой Убирается куда угодно Ну с рубкой ветр Для каких-то засидок Я думаю Этой штуке Не будет проблем Даже на весу То что тяжело делать Топором То есть Здесь это Элементарно Так же как и Вот это все дело Но они мокрые Убить их легче Даже если что-то Толстое будет Толстое будет Толстое будет С засидками Вообще никаких проблем Нету Эта штука Делает быстрее Чем любой другой Инструмент Там много Всяких Импровизаций Но основное То что я применяю Это Политень То что называется Три основные Между ними Просто такие Еще Еще две Полки Воткнутые И просто Переплетаем Там между Ними И все Достаточно Такая прочная Штука И места Там Достаточно Единственную Я ошибку Сделал Потому что Для демонстрации Строю Если там На вяхере Охотитесь Или еще как-то То не должно быть Рядом деревьев Больших Иначе Они там Просто Рассядутся Будут там Смотреть То есть Вот такая Штука Должна быть На Открытом месте Там Где у вас Чучела Стоят Плетение Очень удобен Тем Что Вообще Это такая Универсальная Для бушкрафта И традиционная Для России Конструкция Как ограждение Можно применять И как засидки На охоте Чем удобно Что в него Втыкаются Легко Любые Вот эти Вещи И очень хорошо Маскируют Маскирую ну и вот тут внутри очень много места комфортно можно лежать там отдыхать спокойно сидеть сядете вас не будет видно ну и высота если стрелять собираетесь то по груди где-то чтобы не мешать вот этим движением вот принципе все простейшие вещи вот этот инструмент он как нельзя лучше подходит таких задач делает это быстрее легче чем любой другой ну теперь после тяжелого трудового дня вам захотелось чай попить либо готовились на ночлег вот какие дрова нужны вот я нашел ну более-менее такую сухую березу посмотрим как будет рубить ну неплохо в принципе вот такого размера дрова это даже с избытком ну Субтитры делал DimaTorzok Ну и теперь самое тяжелое испытание для ножа это дуб Он вот здесь выглядит таким трухлявым Но на самом деле нет Вот я пивой отпилил он прям как камень Очень твердый прям вообще Даже для топора будет тяжело Посмотрим как будет рубить Субтитры делал DimaTorzok Разницу чувствуете, да? Между DimaTorzok Между DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и теперь давайте побатоним эту дубовую деревяшку Ее даже пивой было тяжело пилить Вообще обычно такие ножи Из-за того, что у них здесь не прямая вот эта штука Их немного бывает перекрашивает И важно прочитать направление Вот здесь есть небольшая трещина такая Вот по ней буду бить Ну колется довольно легко Нарубить и пилить тяжело Ну тут что, как бы большой нож Чего бы ему и не колоть Неплохо, как вот такой маленький топорик Лезвие вниз вынесено Поэтому удобно вот так, что-то на земле бить Вот после дня работы Был абсолютно новый нож Единственное, что я его заточивал Вот видите, вот эта краска Она здесь нужна, чтобы защищать углеродку от коррозии Она такая здесь нестойкая То есть очень быстро Начала сходить Ну это в принципе и пофигу Любая краска так будет сходить В принципе, что я могу сказать Вот этого ножа за счет рекуру Есть, конечно, преимущество вот по мягким веткам Вот, которые зеленые И по траве, вот когда есть такой зацеп Там это, конечно, отлично начинает работать Прямо вот строгать им можно вот на себя За счет рекурова Отличная Функция Но вот когда мы бьем почему-то твердые деревяшки Рубин твердые какие-то породы Вот эта рекурова, она не особо полезна Потому что там протягивание никакого невозможно Она уж просто застревает Поэтому это вот такой вот дизайн Сделано здесь так, чтобы Чуть лучше работало по Мокрым веткам, чтобы когда засидки строишь Там какие-то такие вещи По траве И чуть менее удобно Это когда батонишь Либо когда рубишь что-то Ну твердые В принципе, вот самый сильный удар Он приходится вот любым тесаком Он куда-то посередине будет приходиться И вот там как раз режущая часть Здесь она под таким углом пойдет То есть это тоже дает какое-то преимущество Когда рубишь Тоже точка контакта меньше получается Но вот это брюшко Оно не такое сильное Если бить вот этой частью Не такой сильный удар дает Все-таки вот тесака должен быть Он куда-то вот сюда приходится Вот это брюшко полезно Только для каких-то именно мелких работ Когда мы что-то колем там на земле Тоже ветки рубим Там все равно какой-то частью бить Ну и безусловно, что вот этот нож Он полезен будет И можно и шкуру снять, снимать Очень удобно, такой формой Он такой прям вот маневренный какой-то То есть большой такой Огромное брюхо С чего-то такого крупного С лося можно шкуру снять Это сто процентов Никаких сомнений нету Порез, конечно, здесь этим брюхом Очень большой, длинный По вот этим насечкам В принципе, руку мне не натерло, как видите Ну вот какие-то все-таки неприятные ощущения На самом деле Испытываю Но только по Когда бью почему-то очень твердым Вот как Эту дубовую деревяшку Рубил Отдачи особой нету Ну вот Сами насечки Создает какой-то такой эффект Ну из-за того, что они мягкие Руку не натерло Зато цепкость, конечно, феноменальная У этого ножа На жаре даже немножко Какая-то липкая Она такая вот становится В остальном Сейчас я еще Расчищу место Для костра Покопаю вот этой частью Сделаю чай себе Да, еще надо резчую кромку проверить Хорошо светит фонарь Прямо вот сюда Чуть подтупилась вот в этой части Но никаких заминов Там сколов я не вижу Вот эта часть Она вообще Очень острая осталась Ну я ее не рубил Только строгал что-то Как и большинство Такими ножами Можно еще вот так Работать Как с кобелем Иногда бывает полезно И чтобы огонь разводить Чтобы сидеть Сидушки Если нету То Для всяких таких вот вещей Таким образом Таким образом Таким образом Как и большинство Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Пока!